здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте мои прекрасные зрители сегодня мы с вами отправляемся в очередное путешествие по садам и на этот раз мы пойдем к светлане но никто которую вы уже хорошо знаете а к другой который живет на одной улице со мной и сад светланы совершенно необыкновенно когда подходишь к нему он наполнен благоуханием ее сад тоже находится на склоне но благодаря грамотному трассированию растение чувствует себя прекрасно хорошо растут ну и очень нам удобно тоже ходить еще несколько слов про саму светлана светлана очень увлеченный человек она очень любит спорт она много путешествует она очень любит свою работу и проводит много времени на работе но это не мешает ее саду благоухать и прекрасно себя чувствовать но в принципе вы это скоро сможете сами увидеть и убедиться в этом ну еще одно слово значит вы конечно помните что все наши сады расположены всего на 4 сотках поэтому конечно это ну не так просто иметь на нашем на наших садах коллекции цветов однако же у нее есть коллекции тоже сейчас это увидите я вас приглашаю в гости тем более что светлана нас с вами уже ждет пойдемте и вот мы подходим к чудесному голубому домику где живет светлана хозяйка прекрасного сада наполненного цветами здесь несколько коллекций роз лилий и хост но мы идем сегодня любоваться лилиями хотя посмотрим и другие растения сад ведет узкая дорожка между домом и забором где всегда царит полутень но и естественно растение здесь высаживаются такие которые хорошо себя чувствуют и которым хватает такого света я бы назвала эти посадки миксбордом если бы они не имели такие прямые линии потому что если вы помните миксбордеры все-таки это такие цветники которые приближаются к природе и прямых линий у них нету они ну как в природе нет прямых линий поэтому это скорее бордюр из многолетников с включен исключением кустарников ну и может быть даже и летников небольшое количество и конечно здесь должны быть растения которые солируют в разное время года мы с вами здесь были в июне где-то в начале июля смотрели цветение роз и проходили здесь здесь значит на обращали внимание на себе одни растения ну а сейчас здесь солирует гортензия метельчатая благодаря своему белому красивому цвету и конечно бузульник благодаря своим красивым архитектурным зеленым листьям а самое главное очень красивым соцветием желтого цвета вытянутыми такими но это скорее вот относится к бузульнику отелло да вот такой замечательный конечно всю эту картину поддерживают хосты хосты здесь как я уже сказала их великое множество самое огромное разнообразие и здесь не только обычные привыкшие привычные нам зеленые листья но и и желто окаймленные и бело окаймленные и широкими листьями и с узкими листьями и сизые листья но в общем совершенно такое вот огромное многообразие хост целая коллекция но в общем очень красиво конечно здесь посажены еще можно сказать и монарда который дает свой цвет и еще здесь кустарники спирея японская желтыми листьями вы знаете всегда декоративная очень красивый очень красив курильский чай который цветет желтыми цветами вы все его знаете но сейчас мы уже приблизились к любимым лилиям светланы очень красивые лилии посмотрите махровые замечательный цветок просто сказочный продолжаем идти мимо хост как из 1 кстати только-только оцветает а вот у нас еще одна гортензия со цветами похожим на мотыльки да здесь несколько коллекций цветов ну вот в том числе и хоста опять перехожу ну вот посмотрите какая красота вот это вот красотка уже отцветает вот эти в бутонах вот это вот зацвела посмотрите это высокие лилии очень высокие но они мне больше по пояс точно и посмотрите какая красота какой цветок сказочный цветок сказочный а это восточная называется капитан триколор капитан триколор но они хороши тем что они очень долго не осыпаются в отличие от тех она вот просто будет выцветать выцветает жухнуть она очень долго и они кстати в срезке они прекрасно все стоят но я раньше как я же сам горшках сажала ну да я считала что горшки промерзают поэтому надо на зиму я выкапывала ну на осень в землю где-нибудь да это раз что-то мне некогда было я оставила горшки просто резала их и оставила горшки в парнике так прикопала прекрасно они в горшках перезимовали да а я смотрю эти в горшке а потому что перед могу передвинуть поставить сюда поближе поставить а то есть ты еще комбинируешь зависимости ну да вот я и говорю ты как она там ты как дизайнер все самое потом тоже же мыши грызут да 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 кстати что мне творил крот в прошлом году он здесь все мне просто он не я калитку открыть не могла но у меня у калитки дело вот такое и в итоге я чего-то купила посыпала какую-то нехимию какую-то дрянь ушел ушел возмущен я тут эти у нас это метельчатые до метельчатые да смотрите она как она как бабочки света хочу еще сказать вот ты выбрала свою профессию английский язык ты это это тоже благодаря папе наверно тут даже не я выбрала просто родившись в англии и далее детство в австралии с пяти лет в австралии в то время школы при посольстве не было соответственно всех отправляли в местную школу отправляли как просто меня отправили все более того мама попросила чтобы меня в класс параллельный чтобы я не пересекалась с русскими девочками чтобы только вот да чтобы не общалась и вот спроси меня как я научилась гайта английских я не знаю как детям понятно захочешь и поэтому это стал твоя и он пришел родным у меня был как родной но был австралийский акцент ты же переводчик да но я диктором все дистанта а уже в англии в поездку в англии отшлифовали убрали австралийский акцент потому что родители мне наняли преподаватель из оксфорда она услышала меня схватилась за голову австралийский акцент на его она убрала очень быстро в детстве убирается поэтому исключить диктора что у тебя оксфордские я была в институте иностранных языков мариса тереза училась и где-то на четвертом курсе надо было уже думать куда я хотела идти преподавателем быть в мгимо но тогда было правило нельзя если у тебя в этой структуре отец работает соответственно меня бы уже туда не взяли и я не знала что и как а на четвертом курсе было как всегда и сейчас бывает книжная выставка на водонаха да вот это осеннее нас всех пригласили туда поработать студентов всех поставили на стенды переводить а мне не досталось стенда и сказали вам не досталось книжного стенда вы пойдете в рубку будете диктором я говорю как а там у нас женщина русский диктор и надо будет перед на два павильона переводить разные сообщения на английский и зачитывать я дикторский голосе такая однако я отработала там а потом уже у себя в институте у меня была преподаватель она готова у меня сестра работает в радиокомитете и поэтому света и кстати проще с цветами потому что она знает английский она все вот эти книги журнала когда еще ничего у нас когда у нас ничего они а и и и и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжаю снимать розы. Второе цветение. Красота! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Конечно, трудно подобрать время, когда прийти и снимать эти красавицы. Потому что, конечно, они все цветут немножко в разное время. Ну и Света специально добивалась этого, чтобы продлить вот это время цветения лилий, чтобы это было как можно дольше. вот эта вот красота продолжалась. Посмотрите, как лепестки, заворачиваются лепестки. Вообще, конечно, красота. Куст сказочный, сказочный куст. Это как называется? У меня, к сожалению, утеряно к ней. Но это французская роза. Они все такие вот густо набитые. И папа занимался. Я была вся в студенческих делах. Честно говоря, я ничего не делала. А был же как? Он же был склон. Мама тогда у меня здесь упала и укатилась на соседний участок. Такой был склон. Он придумал террасирование. Он, я помню его вот худым с голым торсом, он стоял и слои накладывал здесь. Но поскольку, да, чтобы дерен сохранить, а дальше уже возили... Волгоща тогда была, мы ездили в какой-то колхоз, совхоз мешками. То землю, то перегной, то... То есть здесь глина и глина. Она же... Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok